На встрече ученые области, руководители ведущих аграрных предприятий, финансовых организаций, поставщики минеральных удобрений. Глава региона Александр Богомаз начинает встречу с достижений в сельском хозяйстве. За последние годы их немало. Это прирост по всем показателям. Это и животноводство, это растеневодство, это и овощеводство. Если взять производство тех же зерновых, то за последние 6 лет мы выросли более чем в три раза. Если взять кукурузу, то рост у нас более чем в 10 раз. У нас сегодня мы хорошо работаем с нашими масляничными культурами. Это и рапс, это и соя. Если взять по рапсу, то мы за последние 3 года увеличили производство рапса более чем в три с половиной раза. В этом году у нас посеяно 43 тысячи надимого, 9 тысячи ирового. В Брянской области удалось эффективно объединить новейшие научные достижения с производством. Благодаря этому открываются новые перспективы. Мы заключили соглашение между Московской областью, Брянской областью, между нашими ведущими компаниями, компанией Мираторс по созданию геномного центра. То есть это вложение в дальнейшее развитие науки, в дальнейшее развитие животноводства не только на территории Брянской области, а всей страны. Директор департамента растеневодства, механизации, химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства РФ Роман Некрасов отметил большой рывок вперед агропромышленного комплекса Брянской области. Мы видим очень серьезный прогресс. И, казалось бы, такая небольшая территория на западе нашей страны сегодня играет очень важную роль не только своими инновациями, не только своими подходами, но уже и своими объемами производства на российском рынке. Ну вот, короткий наш анализ показывает, что каждая восьмая картофеля на Российской Федерации выращена на территории Брянской области. Мы видим, что у нас Брянск занимает практически 5% от объема производства рапса во всей стране, вот на такой небольшой части Российской Федерации. И, конечно, те заделы по урожайности, те заделы по применению современных технологий, использования, они, конечно, заслушивают искреннего уважения. Все это стало возможным благодаря дальновидной политике руководства региона и работе команды настоящих профессионалов. Это не просто громкие слова. Некоторые брянские сельхозтоваропроизводители имеют опыт работы в соседних областях. И им, как говорится, и есть чем сравнивать. Скажи, как там, как сегодня вот Смоленская область поживает? Где условия лучше? Где банки лучше относятся? Есть чем сравнивать, здесь никому объяснять, почему не надо. Здесь вот три крестьяне разложили все сельскохозяйство прям по полочкам. Брянская область успешно завершила весенние полевые работы. Посевные площади увеличиваются. Цифры еще раз подтверждают успешное и динамичное развитие АПК региона. В прошлом году было намолочено 2 млн 227 тысяч зерна в первоначально приходенном весе. Если сравнивать с 2014 годом, это в три раза больше уровня 2014 года. Урожайность получена была у нас 55,5 центра гектара. Это в два раза выше 14 года. Значит, в основном у нас 43% это составляет свалого сбора зерна. Это кукуруза, посеяна, если сравнивать с 2014 годом, то в 10,3 раза выше 2014 года. Это по валовому сбору. По промышленному производству картофеля мы на сегодняшний день лидеры в стране. В прошлом году было произведено 854 тысячи тонн картофеля. Впереди новые задачи, которые необходимо решать для достижения более высоких результатов. Именно поэтому на встрече речь шла о доступности минеральных удобрений, средств защиты растений, цен на сельскохозяйственную технику. Важным остается и подготовка квалифицированных кадров. О профориентации и сотрудничестве с предприятиями региона говорил ректор БГАУ Николай Белаус. Приведу специальности, которые в первую очередь необходимы для агропромышленного комплекса. Значит, по специальности агрономии. В целом на всех курсах, это 4 года обучения, обучается 84 студента. Сельскохозяйство Брянской области динамично развивается, но нужны молодые квалифицированные специалисты. Губернатор поддержал предложение о тесном сотрудничестве вуза с хозяйствами и прохождении практики студентов во всех сельхозпредприятиях региона. Когда у нас будет следующий круглый стол, чтобы все вот так подняли руки, сказали, у нас у каждого проходят студенты практику. Именно практику, понимаете? Вот то, о чем мы говорим, это свести науку и производство, а вот это и есть, когда мы будем сводить науку и производство. А пока наука отдельно, практика отдельно. А потом нужно нам переучивать вместе с вами. Мы для этого делали у вас и день поля, для чего? Чтобы их учить, ну это учить на маленьких площадках, там на 5-10 сотках. Ну и потом, чтобы они видели именно производство всех сельскохозяйственных культур в больших масштабах на современные техники, современные технологии и стоперспективы, которые у них есть. На встрече речь шла о перспективных сортах и гибридах, об опыте возделывания картофеля, технических культур и зерновых. Для нас 10 тонн пшеницы, это уже не удивить. Мы получали 127 центеров, самое высокое. В этом году у нас заложены опытные делянки на Полеве. Мы планируем собрать там более 150 центеров. Если брать сегодня масличные культуры, то мы за 5 лет увеличили рапс с 500 гектаров до 10 тысяч, планируем посеять в этом году. И наш президент говорит, что вы должны все-таки к земле относиться с любовью. Роман Некрасов обсудил с руководителями сельхозпредприятий, что необходимо для дальнейшего роста и достижения этих целей. В основном это вопрос приобретения семян и удобрений. Мы понимаем, что в тех выступлениях, которые сегодня прозвучали, были все основные общие для брянских аграриев темы как раз подняты и эти темы обсуждены. Все аграрии говорят о том, что мы сегодня без импортного семенного материала не проживем. Коллеги, это все понятно и здесь, конечно, есть очень много вопросов к нашей науке. Я не говорю, что это образовательное учреждение, это наука, которая занимается как раз селекцией сельскохозяйственных растений и животных. Но вот здесь позиция сельхоза, она очень простая. Нам нужно, чтобы мы обеспечили себя не только пшеницей, картофелем, сахарной свеклой. Нам нужно, чтобы мы обеспечили себя семенами. Вопрос селекции очень остро стоит и в животноводстве. Только работа в этом направлении сможет вывести хозяйство на качественно новый уровень производительности. Алексей Васильевич, я когда стал губернатором, мне приносят на него документы на заслуженного работника сельского хозяйства. На дое 3,5 тысячи урожай центра 18. Так? Я его порвал и выбросил. Так вы понимаете, вот это основная из задач, это действительно, чтобы сделать так, чтобы сегодня сколько, Васильевич, получаешь молока? Понимаете? 8,4. А было 3,5 тысячи, задаем молока и было как достижение. Вот это наша задача. Вот у меня вопрос. Вы говорите, нужно развивать, создавать и так далее. Ну вот у нас есть программа создания селекционных центров, в том числе в молочном покаталовстве. На базе какого хозяйства в Брянской области это безопасно делать? И что делается в этом направлении? Да, да. Мы возместим затраты и на лабораторию, и на оборудование, и на технику. Я бы назвал два адреса. Красный Октябрь Стародубовского района и Алексея Васильевича Гуцарова, нашего выпускника, племзавод Зимницкий, который получил статус вот недавно. А чего уже Тенгова упустили? Сколько доете, Саша? Вы знаете... Сколько доете сегодня на корову? 10-240. Ну так а чего вы не берете? Вы больше 500 берете, 10-240 не берете. Мы все сами понимаем, что если у праздник, праздник, который 10-10, это... Конечно. Наглядно увидеть достижение агрария в гостю предложили после круглого стола. Это демонстративные посевы сельскохозяйственных культур мероприятия Дня поля 2021. Особое внимание РАПСу, перспективной масленичной культуре. Он лучше, чем картофель, лучше, чем любая рапсовая, лучше, чем соя. Стартовые инвестиции существенно ниже, чем на картофель. Мы же понимаем, что сколько нужно для старта рапсового бизнеса, и сколько нужно средств для старта картофельного. Из рапса получают рапсовое масло. Побочные продукты широко используются в животноводстве, как замена более дорогим белковым кормам. Если сюда привезти коллег из подавляющего большинства регионов Российской Федерации, их из этого рапса не достанешь, потому что они будут говорить, какой классный урожай. А Брянская область говорит о том, что это средненький и есть к чему стремиться. Все это говорит о том, какой уровень технологии уже достигнут в регионе. Дмитрий Кузнецов, Екатерина Зойдина, Денис Пашков, Алексей Рязанцев. События в Иганический район.